всем добрый день здравствуйте я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по москве сегодня мы с вами пойдем гулять а пойдем мы с вами во дворец алексея михайловича который находится в коломенском зная что сейчас мне может написать что это новодел туда-сюда да это новодел дворец был воссоздан по чертежам там что-то такое то есть это не оригинальный дворец я прекрасно отдаю себе отчет в этом что я не иду смотреть не какую-то там историческую достопримечательность а новодел вновь воссозданный то есть бетонный каркас обшитый деревянными этими срубами я все понимаю но тем не менее музей дворец воссоздан и во дворце находится музей на самом деле да я туда иду в рамках музей на неделе на самом деле дворец очень симпатичный наверное он таким и был вот мы об этом узнаем пройдя на экскурсию пройдя в музей и я снимала как-то летом или весной помню что было тепло я снимала этот когда он только вот открылся дворец алексей михайлович я туда поехала и потом пошла по коломенскому по этому голосу во врагу в общем по всему по всему по всему коломенскому но это было летом это не было такой погоды потом тогда я была помоложе вот то есть я вам к чему я вам к тому что в рамках музейной недели в коломенском можно ходить целый день там на каждую объект на каждый объект надо надо покупать бесплатный билет это там дома там такого там зажилочного крестьянина дом крестьянина дом соколины охоты в общем доме петра и доме петра первого этого башня вот это водонавозная вот да вы поняли да водовзводная кажется называется башни то есть везде нужно покупать билеты но от дворца алексея михайловича до вот этой части коломенского который возле коломенского метро сами понимаете целая станция метро и идти по парку тоже как бы после работы мне будет тяжеловато поэтому с вами сегодня ограничимся только дворцом алексея михайловича я надеюсь что у меня там билет на мужскую половину и на женскую половину то есть как жили мальчики как жили девочки вот и я думаю что это будет интересно должно быть интересным и без прогулки по всему остальному коломенскому вот ну а там потихонечку уже в рамках музейной недели буду ходить по разным вот этим вот объектам просто это такой на отшибе как бы да на кашерке находится а остальные на коломенском метро коломенская я имею ввиду вот я вам все объяснила все рассказала что потом мне не писали почему почему дальше почему вокруг не сняли не пошли хотя посмотрю по погоде посмотрю по состоянию души может быть и пойду я думаю что нет я думаю что нет погода не самое лучшее уже надо было делать раньше но увы раньше не получалось потому что в пятницу это рабочий день и у меня как бы я на работе но учитывая что сейчас пока я могу себе это позволить просто наш директор улетел в китай я ловлю вот эти дни чтобы как-то это все потом у меня было что вам показать у меня не выходит редко выходят день в день хотя бывает и такое обычно я снимаю потом пока я озвучиваю потом пока я монтирую туда-сюда туда-сюда это проходит несколько дней но у меня есть приличный запас обычно бывает я себя чувствую более спокойно что что я не оставлю вас без видео и сама тоже мне нравится видео выпускать каждый день если уж я взялась это делать то я стараюсь так и делать вот и поэтому я не знаю когда это видео выйдет но снимаю я его в музейную неделю музейную неделю октября пятница 13 сегодня пятница 13 и мы идем в коломенское тоже такое место знаете голосов овраг по-моему я правильно произношу да говорят такое место мистическое вот но мы идем не в сам овраг мы идем во дворец поэтому надеюсь что все будет с нами в порядке вот так в общем приглашаю вас с собой сегодня в рамках музейной неделе на прогулку на экскурсию во дворе за лисея михайловича коломенском на мужскую половину и на женскую половину к мальчикам и девочкам пойдемте я беру вас с собой как же я без вас там я уже на каширской вроде как иду правильно я здесь была когда-то вот этот ужасный подземный переход хорошо помню опа а вот и дворец вот он вход в музей заповедник коломенское и вон там уже виднеется дворец самое что ни на есть ближайшее здание метро потому что даже от коломенской идти до музея дальше ну что сначала обойдем снаружи с погодой повезло просто повезло я так это примерно и видела вот такую картинку голубое небо с облачками и дворец уж там все стороны обойти или здесь обойти не знаю ну пойдемте отсюда ну что ж и так перед нами дворец о котором я вам говорила дворец царя алексея михайловича в коломенском построены во второй половине 17 века а сегодня это максимально точное воспроизведение оригинала игрушка вынутая из ларца и восьмое чудо света так его называют дворец являлся центром загородной резиденции в семнадцатом восемнадцатом веках строительство его началось еще в 1666 году при царе алексея михайловича и продолжалось уже при его сыне царе федоре для возведения было приказано созвать лучших мастеров над убранством дворца трудились опытные резчики стольеры и тонописцы из оружейной палаты для руководства всем строительством были выбраны плотничные плотничий староста семён петров и стрелецкий голова иван михайлов работа над дворцом велась долго и кропотливо период зимы 1667 года и по весну 1668 года пришелся на резные работы 1668 году мастера обивали двери и готовились к росписи стен на которых позже появились иконы и живописные картины а весной летом 1670 года работа была в руках кузнецов замочников а также мастеров железного дела государь и сам внимательно следил за ходом строительства поэтому часто бывал в коломенском на протяжении 18 века дворец постепенно ветшал и разрушался несмотря на все попытки его сохранить в 1767 году по указу императрицы екатерины второй его начали разбирать оригинал выдающегося в разведении русской деревянной архитектуры не сохранился до наших дней однако 2010 году удалось полностью воссоздать дворец вновь его реконструкция была бы невозможна без составленных в процессе демонтажа планов которые вместе с уникальными описями и изобразительными материалами дали достаточно полное представление о постройке единственное что отличает сегодняшний дворец от оригинала это железобетонный каркас который спрятан под деревянными бревнами крыши здания в форме шатра кубов луковиц шлемов следяные окна сверкающие флюгеры и резные клетчки создают ощущение настоящей сказки неспроста царский дворец часто сравнивался с игрушкой вынутой из ларца и восьмым чудом света привлекает внимание и необычная асимметричная планировка дворца он состоял из многочисленных клетей для удобства соединяющихся с сенями и переходами при оформлении этого дворца в русском деревянном зодчестве впервые использовали резные наличники и обшивку тесом имитирующие камень дворцовый комплекс состоял из мужской и женской половин в первой половине то есть мужской находились терема царя и царевичей парадной сени и столовая палата во второй терема царицы и царевин всего насчитывалось 26 таких теремов разной высоты от двух до четырех этажей на втором этаже располагались основные жилые помещения а вообще всего в сумме суммарно в большом дворце было 270 покоев стены и потолки здесь украшены искусной росписью а печи облицованы изразцами живописные картины интерьера символизировали покровительство царской власти со стороны небесных сил роспись потолков в передних палатах отражает библейскую тему в престольной царицинской палате изображены времена года в палатах елизаветы петровны на потолке изображен триумф марса и венеры а в столовой палате потолок украшен солнцем луной звездами и знаками зодиата интересно что многие предметы интерьера являются подлинниками мастеров 17 18 веков 1672 1675 годах царь алексей михайлович регулярно выезжал в коломенской семьей а также проводил здесь дипломатические церемонии его сын новый государь федор алексеевич позже перестроил здание именно при нем началось строительство столовой палаты дворец полюбился и всем последующим правителем россии 1682 1696 годах в нем останавливались царь иван и царевна софья алексеевна но значительно чаще других здесь бывал царь петр и царица наталья кирилловна при петре первом под дворец был проведен новый фундамент реконструированный дворец полностью соответствует его оригиналу сейчас внутри находится большой музейный комплекс с интерьерной композиции выставочными залами мастерскими сувенирными магазинами и кафе можно увидеть экспозицию дворца его женскую мужскую половину а также узнать все секреты восьмого чудо света его обитателей сопровождение эрскурсовода здесь проводятся экскурсии а также проводятся временные выставки подготовленные научными сотрудниками музея но мы-то с вами идем сюда вернее пришли сюда уже сами и поэтому мы обойдемся без вида я что смогу вам сама покажу я конечно перед тем как сюда пойти я почитала какую-то информацию вот например я знаю что здесь встречаются очень такие исторические вещи например здесь есть печь работы в рубеле вот и но она ассоциируется вообще в рубеле много чего ассоциируется с таким сказочным периодом русской истории есть также кровать такая деревянная резная на которой конечно же не спал царь на которая но на которой спали в семнадцатом веке люди ну вообще эта кровать просто тех времен понятно что именно на этой кровати царь не спал но все равно вызывает восхищение во первых то что она сохранилась а во вторых это сама кровать очень красивая вот ну и конечно же печи 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 здесь собраны некоторые печи по оригинальным израстам в общем здесь в принципе вот я так смотрю ходишь как по сказке даже понимая что здесь как бы все воссоздано что это не оригинальные вещи все равно такая знаете такая яркая это такая картинка очень красивые интерьеры и действительно интересно читать и изучать историю которая здесь значит представлена во всех этих экспонатах чем добавлю что нынешний дворец стоит не на том месте где стоял прежний дворец дело в том что к тому времени когда было принято решение реставрации вековые деревья уже возвышались на месте восьмого чуда света то есть так называли царскую резиденцию и хотя здание построено совсем недавно его интерьеры украшения и прочие детали были выполнены с особой тщательностью это проявляется в любой мелочи например в семнадцатом веке еще не было привычных нам стекол вместо них в то время применяли слюду и реставраторы воссоздали слюдяные если правильно говорю оконца также фасады дворца украшены великолепными фигурными композициями необычными наличниками многоцветными резными деталями однако как я уже сказала отступление только в том что каркас здесь железобетонный который покрыт бревнами но все равно все равно это стоит увидеть вот как раз столовая палата дворца очень такой интересный зал где проходил настоящий царский пир с его размахом величием здесь можно познакомиться с роскошным убранством стола с различными яствами в думной палате проходили совещание боярской думы здесь находится царский трон расположены и расположены по бокам от него лавки на которых сидели бояре и здесь принимались судьбоносное решение в этих стенах царской резиденции так как царь был очень набожным то каждое утро он начинал с молитвы которые он совершал в крестовой палате на мужской половине множество залов которые ознакомили как раз с бытом и нравами той эпохи ну а на женской половине помимо интерьеров также представлен интерес выставка подлинных предметов относящихся к 17 веку это иконы кованые изделия фрагменты из ростовых печей все это передает уровень мастерства и фантазии умельцев того времени вот ну и как я уже говорила здесь проходят современные выставки временные уже кроме постоянной экспозиции вообще такой музей интерактивный подружу подружу подружает посетителя в историческое прошлое которое происходило в хоромах давние времена здесь для детей кстати в стенах дворца проводятся разнообразные игры путешествия которые в такой разлетательной форме в форме игры помогают узнать много интересного об истории страны вот и здесь в театральной хоромине проходит музыкальный концерт и спектакли до детей хоромы доступны для самостоятельного осмотра тоже в залах размещена информация дающая представление о жизни и быте царских особ можно воспользоваться аудиогидом ну и конечно я уже говорила экскурсию стоимость входного билета если не в музейную неделю от 100 до 600 рублей но насколько я понимаю 100 рублей это очень-очень большие льготы на территории парка как все знают и ломинский вход бесплатный вход на женскую половину дворца полный билет 300 рублей пенсионный 150 значит шедевры коллекции взрослые 250 рублей пенсионеры 125 комплексный билет на посещение мужской половины и сменной экспозиции тоже 300 рублей пенсионный 100 то есть вы понимаете да что комплексный билет который позволяет видите мужскую и женскую половину также сменную экспозицию выставку это все будет стоить 600 рублей без скидки пенсионеры 300 ну мне кажется что в музейную неделю есть смысл все-таки сюда приехать правда вот и еще здесь есть смотровая башня туда стоимость 100 рублей полная пенсионный 50 скажу честно что про башню смотровую я даже не вспомнила я бы может и поднялась бы туда но я потратила на этот дворец два часа поэтому у меня уже не было ни сил ни времени ни желания никуда больше подниматься это ползла до метро и поехала домой я не думала что он такой большой что так надо будет долго обходить эти две половины но женская поменьше мужская побольше все равно я приехала в два уехала начало пятого отсюда до не ушла вот так вот мы с вами подошли ко дворцу алексея здесь у меня билет на две половины на мужскую и на женскую и мы сейчас с вами отправляемся в длительную на длительную прогулку потому что я думаю что она будет длинный долгий дворец большой первая половина это царь и царевич и царевич и вторая это царица и царевна пойдемте смотреть ну что ж пойдемте в хоромы это хоромы а вот кстати лев и единорог только сегодня читала об их наличии на разных домах москвы лев единорог и вот он не встретился здесь так давайте сейчас здесь смотрите какой расписной узор ну опять же повторяю что конечно все конечно пусть это и новодел но все равно все равно так дворец царя из-за михалыча реконструкция хорома царя и царевичей а с той стороны будет царица ну в общем здесь мальчики там девочки так вот давайте мы посмотрим так 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 красный аппаратный крыльцер главный вход любой царский дворец согласно антикетов него греха только верхом или на повозке только царь за нарушение следовало суровое наказание в коломенском даже иноземные послы и бояре сходили с лошадей перед передними воротами государева двора был разработан сложный церемониал приема он требовал должность торжественностью встречать немитых гостей снаружи передумал на одну из площадок красная лестница на встречу выходил стольник с дьяконом или боярин со стольником так наземного посла принявший русское подносство правителя приветствовали трижды лестницы на подъездном помосте переднее крыльцо служило также местом выхода государю подданным здесь царь мог дать тратку аудиенцию высушить отчеты и понятие лобития и подношения на переднем крыльце происходило раздача именных пирогов в день ангела одного из членов царской семьи гранство крыльца его архитектуру усиливали ощущение торжественности в украшениях торможата резьба живь использовала государственные символы раскульптуры львов под столбами крыльца для церемониальных встреч рундуки площадки в ступени перила столбцы устирали красными коврами прошали крыльцом металлические изделия фонари так парадный вход в дворец обязательно засиняли иконы над входной металлической дверью списки икон спас богомотерь юан предтеча так пошли на этом первая часть моего видео о дворце алексея михайловича подошла к концу мне нравится очень до свидания будьте все здоровы пусть будут здоровы ваши близкие подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и комментируйте всем здоровья добра удачи и интересных прогулок пока пока увидимся